больше мы этого героя не увидим в этой серии ну он честно говоря поднадоел уже все время залетает ласт пиком и делает игру очень вязкой такой не очень не нравится когда такое происходит конечно но до animal planet первым героем банят джаггернаута это такой своеобразный респект банк против пайката тому же пиде убрал еще террор блейда придется пайкату играть на каком-то другом герое он обычно любит либо на джаггернауте либо на террор блейд играет вот сколько игры не смотрел оптик гейминг не как правило этого персонажа выбирают берут энчантрас судя по всему для займ 33 будет играть на сеткинге ну и победе на вич докторе пока что драфтит классическим способом ребятки из оптик гейминг вот вышла у нас энчантрас из банов наконец таки просто потому что вынуждены были animal planet потратить баны на героев пайката и думаю сейчас пиде над выбором следующего персонажа вперед тени выбор неплохой конечно же но вот в чем проблема что будет делать и не если к нему на line придет ум не найт насколько просто ему там будет или наоборот тяжело стоять посмотрим да ну действительно тени не самый лучший герой против омника и вообще анимал планет хочется сказать берут свой победный пик они любят играть со мне на этом ты вообще ум не на это очень сильный персонаж предварительно забанили разора и вместе с дизраптором в принципе вот этот дабла суппорта смотрится очень серьезной ну не самая сильная гангающая скажем так дабла потому что ну тот же самый рубик да например вместо не на это был бы получше в ганге но с другой стороны все таки омник своим гвардиан-энджелом наверное внесет побольше импакта чем какой-то чисто гипотетический рубик в этом пике дизраптор пятая позиция и в начале игры будет немало магического дэмэджа вносить ровно так же как и глимс будет хорошо действовать против того же самого тени опять санкингу в некоторых случаях может быть эпицентр не дать прокастовать в нужный момент в нужное место ну и пока что ждем смотрим дальше вот тени будут страдать от дизраптора причем тени страдает и от дизрапторе этом не на это что с этим делать надо будет что-то придумывать опти гейминг ждем пока что четвертого героя для animal planet ну есть у них уже четвертая пятая позиция а вот он не на это скорее всего все таки да у меня сложную линию clockwork 4 позиция так что в принципе здесь и с ганг потенциалом у даблы суппорта все хорошо она действительно очень сильная саппорту animal planet даже если clockwork не сможет запереть врага в коги и убить его батарейками то дизраптора с глимсом в любом случае вернет и мало не покажется дизраптор кстати очень хорош против тени потому что и у него в общем такие скиллы которые не учитываются ну никак не помогает статус резисенс который есть у тени справляться со скилами дизраптора вот например если ты играешь на шедо шамане против тени то тебе очень тяжело что-то с ним сделать просто потому что ты ему шекл сдаешь а он его сбрасывает спустя какое-то время ты его фиксуешь а он длится очень мало по времени потому что у него там статус резистанс огромный а у дизраптора сайланс он ауешь ну то есть если ты тени запираешь в кинетик филд и статик шторм то статус резистанс тени не помогает вообще никоим образом он за дизей блин он не может кастовать скил и все что нужно в таком случае это хороший фокус по этому герою и убить его за проказ дизраптора требуется animal planet выбирает фантом q четвертым героем во первых это отличный вариант против энчантрас а и б старая паберская комбинация фантом к плюсом не night фантом как герой весьма агрессивный с большим количеством урона если ему предоставляется возможность проигнорировать bkb в мид-гейме за счет того что он не будет вешать репел и купить например после бэфа сразу какую-нибудь дизолятор то фантом конечно будет зажигать будет зажигать и будет очень много дэмэджа выливать по персонажам оптик гейминг против еще очень хорошо смотрится да я уточнил то что на стадии лайнинга если я не дает тебе нормально подходить крипом то ты по крайней мере дротиком фармишь а если тебе нужно энчантрас убивать то даже за счет первого сейчас я постараюсь вспомнить по моему 130 дает скорости атаки как раз блин к фантомке и chance на последнем уровне он как раз 130 единиц скорости атаки отнимает вот но это не точно сейчас начнется игра посмотрим у контача будет снимать сколько дает блин к фантомке но в любом случае если тебе надо пробить инчу то фантомка на стадии лайнинга она в общем-то весьма неплохо смотрится и снова забирают медузу animal plan да что что будешь делать у них получается с ним выигрывать в принципе почему бы не брать героя с которым у тебя выходят победить уже по моему какую третью игру подряд нет не было там медузы насколько я помню в последней карте против команды комплексте но даже не вторую группу да вот вторую игру подряд если сейчас выиграют то в принципе уже с медузы будет все очень хорошо ну герой сильный как-никак против тени против энчантера здесь будут играть и можно опять же привести аналогию с пиком из прошлой карты если в прошлой игре урса пыталась как тут на себе тащить мидгейм на себе тащить и орли гейм то в данной ситуации фантомку уже будет занимать эту роль а медуза будет дальше продолжать набирать себе айтем остается пауза кстати пауза стоит еще или нет я уже не понимаю по можно посмотреть да пауза до сих пор стоит да ну ждем значит ну в любом случае команда опять же могут иметь сейчас побольше времени для того чтобы решить все-таки кто за кого будет играть и каким образом вообще будут проводить эту игру лицу приостановил игру пауза от команды диму плана получается видимо кто-то шаш отошел может кому-то кот опять же на стол залез принципе разные ситуации мы произойти были такие проблемы у animal planet вот готовы они рецепишет go и возобновляется игра должна по идее игроки разбирают своих персонажей на ну раз уж у нас есть время давайте представим обе команды оптигейминг зай будет играть на санкинге сложной линии пятая позиция вич доктор для ppd 33 в 33 будет играть на четвертой позиции энчантера с сисиан си на мид на тени и пайкат фармить на клинксе эта команда оптигейминг ну и animal planet соответственно мун миндер но мне найти кит рак пятая позиция дизраптор рицу фармить на фантом ассасин брайл на медузе на медалу линию соответственно по старым схемам а у и 2000 наклок на кида вот такие распеки у нас есть еще время сейчас опять же подумать что-то по поводу пиков ну не знаю мне конечно я приспочтение здесь отдал по пику команде animal planet ну снова у них вот эта медуза которую тяжело будет пробить в лейте надежда на то что а за и будет играть на санкинге то есть все-таки ничего решили сделать четверкой в данной игре видимо это связано с тем что фантомка появляется в пике у animal planet побаиваются оптигейминг что и чем не сможет хорошо отстоять не сможет доминировать на таком лайне и поэтому пусть лучше ромит ну да в этом есть определенный смысл если прошлый пик против медузы у оптигейминг был силен в лейте тем что там был и нигма там джиггернаут был который тоже в перспективе очень силен как лейтовый персонаж то здесь оптигейминг клинкс и тени то есть в общем-то лейт герои тоже сильные но хардер у оптигейминг санкинг не настолько полезен как и нигма но в каком-то супер лейте да когда у нигмы есть black hole с пульсом который очень много дэмэджи наносит у санкинга в общем то есть эпицентр но когда у оппонента бкб появляется когда у соперника там репел будет раскачан это уже не всегда может помогать не всегда может работать поэтому честно говоря даже не знаю какую игру проще выиграть оптиком было бы первую или вторую но если в первую выиграть было бы проще то соответственно сейчас у них все должно быть хуже потому что они снова играют против медузы тут более серьезный кэри в лейте это фантом к курсы конечно тоже неплох но фандом к пострашней как мне кажется будет он только есть миссы которые для того чтобы сконтрить нужно будет покупать либо solar либо мкб ранее и расходятся по лайнам игроки в боте animal planet видимо хотят форсбат какой-то сделать сделать стягиваются сюда большей частью своей команды расставляют варды видел кстати говоря 33 вроде бы как поставили вард вот этот вот глянем будет ли дивардить или нет у вич доктора есть центре варте если что всегда его можно убрать пока что не двигается в эту сторону но в принципе есть есть время чуть попозже этим заняться здесь как бы сейчас еще и не убить дизраптор дизраптор действительно может умереть смотри последние тычки долетают первая кровь для ппд очень хорошее начало для опти гейминг пытались там выйти действительно на руну уже забрать как можно больше золота и в итоге оптик забирает все четыре руны ай-яй-яй разлили ппд это конечно что-то страшное да и клинкс причем ну действительно там дэмэдж достаточно на если поэтому дизраптору что шла 1 провальное начало для анимал планет но я уверен что сейчас они соберутся и постараются все таки в этой игре нам показывать хорошую игру тем не менее все таки есть тени сэсианси и если сэсианси начнет рано как-то проявлять агрессию если будет выиграна металлиния и надо стараться все таки чтобы металлиния была выиграна вот 33 пока что приходит пытается медузу пробивать сэсианси очень хорошо смотрится именно тени смотрится хорошо против фантом ассасин с начале игры можно будет буквально там за 1 прокаст плюс несколько критов точнее наоборот минус несколько критов за 1 прокаст в общем плюс пара героев плюс немного помощи забирать фантом ассасин если не будет рпл вешаться на фантомку ну мундминдер на самом деле на другой линии находится так что если какие то ранее гонги и будут то видимо все таки на лицу что ж посмотрим как все это будет происходить пока что тени добивает 6 крипов в то время как у медузы 5 и в принципе правил себя здесь не особо таки хорошо ощущает но крипов все таки бить не забывает здесь еще и совух пришел совух его гоняет дача сама ушла самый балансный крип в доте если честно но это очень неприятно когда у тебя вот так вот щемит торнадо сейчас он даже убить может но он дальше летит ренджа причем у этого торнадо весьма немаленькая хоть линии пропушилась но в принципе с тени линия всегда пушится но все-таки медузы отогнали медузы много ман выжгли и заставили фласка проюзать антрас очень полезно конечно в этом эпизоде как бы совуха сейчас не нафидел на совуха в итоге отвели и там вышка по нему побила но в итоге он все таки должен умирать уже скажем так от старости заканчивается совух потихонечку и все больше ничего здесь не получится сделать так зай стоит внизу и в принципе ему здесь не должно приятно стояться как-никак омни-найт и клокверк это те герои которые могут напрягать санкинга но санкингу здесь как раз пытаются не дать быстро выформить какой-нибудь блинг тем временем фантом ассасинта умирает на верхней линии 33 вместе с пайкатом все же смогли осилить я так понял там шок вейв залетел какой-то шальной нет пайкат добил да вот так вот фантомкой получатся убивать она не вкачал миссы у нее степлинг даггер и фантом страйк на первом и втором уровне в итоге понятно почему против клинкса все таки ей стоится достаточно больно ну пайкат все это дело заметил и сразу же стал пресекать наказывать за ошибки так ну и сеансы 18 на 9 идет в то время как у медузы 8 3 оптика очень хорошее начало сейчас в топ выходит энчантрас правда крипов тут особо нет снова пытается поднапрячь фантомка фантомка убегает здесь дизраптор дает зандер страйк пока что на третьем уровне зандер страйк левела один у китрака он думает стоит ли ему прокачивать гримс в 2 или всего по единичке взять или все-таки страйк в двойку вкачать чтобы хоть как-то зонить получалось те временем в боте умирает у нас он не на это поработал вещь доктор со своим маледиктом 2 уровня репела у омника пока нет поэтому атомаледик то он очень сильно страдает 33 тут соло должен забирать сейчас дизраптора есть замедление ну и там пара тычек в принципе хватит для того чтобы убить саппорта пятой позиции да китрак отправляется в таверну и немного покопитанит оттуда пайкат себя тоже весьма свободно чувствует фантомка просто не подходит к крипам потому что у нее нет месов пытается добивать крипов с помощью своего даггера пока что получается не очень хорошо 9 крипов добитых в то время как у пайката уже 19 оптики разозлились или это с animal planet что-то не то ну действительно прям все слишком хорошо для них начинается 3000 преимуществ иметь на пятой минуте с таким преимуществом можно будет и дальше идти по всей игре в принципе да стартует конечно оптики очень хорошо никто с этим спорить не станет но вот у клингза в топе кажется начинаются проблемы подходит тауи ставит койки так это отправляется в таверну то случилось он не вкачивает абсолютно ничего у него были скиллпойнты для того чтобы вкачать инвиз но он не стал этого делать очень странно погибает с чем это может быть связано я просто во первых у клокерка и так есть даст то есть там инвиз не инвиз ты не спасаешься в любом случае но с другой стороны опять таки а что тебе еще выкачивать вот взял ты в три стрелы ну стрейф можешь взять в единичку но инвиз ты тебе в любом случае нужен на клингзе так что да странно что он ничего не брал но это его никак не спасало попытка убить и ничего ты ох 33 деревцом вышел из кинетик филда вот это да и тут в итоге рицу вместе со своей командой пытается пробить пайката пайкат убивает рицу но хороший разум так пока что правда приходит вич доктор есть маледикт и ауи здесь тоже рискует умереть этих филд хорошей но все-таки не спасает клокерка 7-2 пока что счет 4000 преимущества за командой опти гейминг 7 минуты игры ну и си 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 на медл линии тоже продолжает доминировать брайл практически не фармит у него 15 крипов добитых за все это время это очень мало и медуза здесь не будет так разгоняться как в прошлой игре действительно пока что опти гейминг прям доминирует всю карту очень красиво это смотрится ну с другой стороны там есть опять же ошибки вот animal planet в общем скажем так это все последствия начальных ошибок вот эти вот 4 руны очень большой бус дали плюс то что фантомка не вкачала миссы на линии когда стоит против клинкса о это наверное тоже все-таки не очень правильно так внизу все-таки зай стоит против мунминдера 1 на 1 и здесь омник лидирует ну лидирует не очень сильно потому что добито одинаковое количество крипов и у того и другого но санкинг уже поучаствовал в двух убийствах и две смерти у мунминдера так очередной раз убивает у ассасин прям очень сильно хейтит ритсу в этой игре пробивает просто постоянно и не сможет ритсу выполнять функцию урсы на прошлой карте действительно разгоняться здесь будет сложновато возможно даже придется бф не покупать мы укрепили свои сооружения тирадентавра потихонечку падает бф тому наверное уже действительно не светит учитывая то насколько сильно он проиграл свою линию к тому же у него в команде есть медуза которая будет большую часть фарма с карты собирать и фантомка здесь должна быть таким сэмми керри наверно с какой нибудь с ничендьяшей дезолятором не пылесосить абсолютно все что только движется на карте а пытаться как-то создавать пространство для медузы которая будет фармить размениваются саппорты в данный момент в боте в топе падает вышка все хорошо у энчантрас все хорошо у пайката у фантомки только 4 уровень и найти себя на карте фантомка просто не может в топе стоять слишком опасно куда-то идти драться она не в состоянии у нее даже 6 уровня нет чтобы как-то понадеяться на крит и убить одного из игроков кого прилетит там даггер например напрыгнуть на него пытаться зарезать это все не про фантомку в данный момент а тем временем сиси энси восьмого уровня с деревом в руках ломает тердин вышку нападает пепеди на медузу кидает каски кидает молитик но дэмэджа слишком мало чтобы этот молитик убил медузу конечно же клокерк ставит коги отграждает здесь пути оптик гейминг попытка забрать энчантрас у энчантрас сейчас появится хил очень неприятно работают батарейки по 33 но очень своевременно сюда приходят зай и убивают флокерка ломает также тир один тавр пока что просто никаких шансов нету у animal planet в драке 5 на 5 и в принципе при дефе своих строений наверное даже стоит их просто отдавать не пытаться дефли вот в таких именно случаях ну и оптики просто сейчас ставят опять же агрессивные варды они будут давить на прошлой карте у них додавить немного не получилось вот на этой карте будут реабилитироваться сто процентов в этот раз пайкат разгоняется намного быстрее чем в прошлый и уже потихонечку двигается к тир 2 тавру смотри пайкат просто может сейчас ну ладно не может пока что тир 2 тавр сломать потому что здесь рицу здесь ауи 2000 на милой линии очередной раз погибает медуза тут просто за прокаст я так понимаю сэссен здесь не справился да есть еще и дезвард маледикт каски ну и прокаст от тиния дамаж действительно очень много ну что ж далее пайкат под вардом есть по нему пока что даггер и должны его на самом деле здесь убить в центре стоит пайкат никуда уже не уйдет соответственно 33 приходит но начинает хилить слишком поздно да и тем более пайкат скорее всего здесь бы не отхиливал ну и дальше уже просто пытается хоть что то сделать своим крипом не нафидить убивать здесь пока что никого не может у него не имеется 6 уровня поэтому нету импетусов и без импетусов там с той же самой пас с тем же клоферком ты особо таки не поговоришь ну и тиня фармит просто все что можно я уверен он сейчас будет просто быстро расправляться с крипами на линии на линии уходить в лес а может быть там опять же пару крипов добивать и таким образом очень много фарма себе обеспечивать здесь кстати говоря есть так уже эншотов не удивлюсь если его сделался сиан си но с другой стороны конечно этот стак наверняка делался для медузы первоначально но не факт что медуза здесь сможет его зафармить как никогда с деревом да это правда не факт во первых медузе нужно хотя бы мысков мэднес купить и взять 10 уровень с талантом на дамаг а во вторых контроля на карте просто элементарно нету анимал плен это не теряет вышку за вышкой им сложно будет просто банально даже выйти на эти стаки эншентов не говоря уже о том чтобы их зафармить ломать это то уши миндер там там сейчас заберет первую вышку за 12 минут ну тут две катапульты и тени с веткой и оптигеймник решили что надо пушить дальше да интересно конечно смогут ли animal planet отбиться в такой ситуации вроде тут пока что маленькие лавалаты 3 вышка довольно сильно бьет это значит то что задефать тавра должно у animal planet получиться они хотят сейчас выйти со спины в смоуке но сенткинг тут ревелит смоук ПТ приобретает медуза попадает в молитик там помни на это но у него есть репел хукшот от флоперка отличный в сенткинга проказ от дизраптора сенткинга убивают но на развороте пайкат начинает дамажить пошел guardian angel физическим уроном сейчас пик команды animal planet пробить невозможно но 33 дамажит чистым уроном его импетусы летят и достигают своей цели КПД делает очередной фраг у медузы проблемки медуза прожимает сейчас может поражать стики восстановить себе хп ману и по идее умирать не должна тут есть еще мунминдер который может повесить репел полетел тос байте до конца брайл на стике 33 поливает импетусами должен брайл вернуться под фонтан и маледикт его не убивает да маледикт его не убивает что у нас по баракам бараки целые даже т3 вышку сломать не смогли оптигейминг но заставили понервничать очень серьезно заставили понервничать игроков animal planet сейчас за драку не заработали 420 золота и 800 опыта приблизительно за их боти ошибается мискликает эпицентром и не знаю что это было в общем видимо просто просто нечаянно не эту кнопку нажал бывает не дали ему прокастовать предыдущей драке там сразу же поставили на него коги статик шторм так могло все обернуться все намного более плачевно для animal planet но все же может быть даже можно было реализовать статич шторм там и хукшот от клокерка немного по другому но с другой стороны постарались очень быстро сэнд кинга развалить и избежали эпицентра который мог бы нанести фатальный дэмэдж в этой драке так сэсиан си в этот раз ловят статич шторм в филд та же самая схема что и на сэнд кинга от кида в сэсиан си пытается хоть каким-то образом жить но омни найт его добивает с помощью перификация здесь же уже брайл должен добирать ппд ппд отправляется в таверну но витсу в итоге скрита его все-таки добил ну неплохие такие стрики на самом деле сейчас заработали animal planet полторы тысячи за эту драку выиграли это пятнадцатая минута действительно цифры очень большие ну нельзя так отдаваться тем не менее все-таки оптик гейминг как-никак пока еще ведут и это преимущество никуда не делалось и не денется наверное еще ближайшие две или три драки если они только их все не проиграют так омни найт получает пару импетусов в лицо ну и что важнее наверное это то что у пайката дабл дэмэдж и он просто-напросто разбирается там буквально за несколько тычек с этим омником неприятно ну и дальше просто машина для убийства по названию оптик гейминг идет по верхней линии готова ломать тир-3 тавр ультимейт сейчас откадешится и в принципе можно будет что-то подобное реализовать преимущество критическое за оптиками так что они могут себе позволить сейчас действительно тир-3 с таким пиком ломать там энчандрес если еще волка найдет то прям совсем все хорошо станет для пайката ну пока что 10 левел зай причем 11 зай хочет поскорее получить 12 чтобы был ультимейт уже 2 уровня больше дэмэджа с эпицентра вард поставили кстати говоря вард сразу увидели на вард попеликали но сэнтри не просветили омни-найт ворвались неплохо на си-си-си-си-си си-си отправляться в саверну кстати шторм кинтик филда даже не было там просто в коге закрыли и на этом все так 33 тоже возвратили его на гримсе и просто-напросто разорвало минус 3 очередной раз вот таким таким образом все-таки оптик гейминг могут отдать сейчас свое преимущество причем медуза уже потихонечку дышит в пятке у нее 5 300 на данный момент она игнорирует мом делает сразу же драган лэнс и наверное правильно делает потому что понятное дело здесь момом фармить в такой ситуации было нечего но такими темпами может медуза все-таки обогнать сейчас вражеских коров конечно сделать будет сложно тем не менее будет все равно чем ее убивать это будет не та медуза которая была на прошлой карте которую действительно было непонятно чем пробить и ее постоянно сейвили она выживала даже не на ло хп тут конечно может даже наверное клинкс с ней практически в соло разобраться если будет какой-то контроль главное чтобы урона хватало ну то есть если клинкс будет фармить больше медузы если у него будет на 1-2 слота больше то он в общем то с медузы будет легко разбираться до 20 уровня когда 20 появится там надо будет радикально и какие-то меры предпринимать но посмотрим как будут развиваться события подкапывают клокер как клокер использует хукшот в надежде что он сможет на этом хукшоте улететь тиммейтом но нет не выходит у него это сделать подкапывают здесь еще и волка который с доминатором собственно фантомки он довольно много золота подарит сейчас игроку оптик гейминг зая 125 золота получает зая ну 12 уровень уже имеется второй уровень эпицентра и на медаллинию приходится выйти не слишком ли это нагло зая прямо сейчас может готов уже готов по сути кастовать эпицентр подтянутся сюда тиммейты пайкат подходит эпицентр работает мундминдера просто влетает разрывает его с ультимейта санкинга дальше медуза стон гейсу и кастует в итоге все таки замерз пайкат и сделать дальше ничего не смог ну ловит очередного крипа с доминатора ты посмотри снова зай может быть заберет ну 250 голды уже с доминатора в принципе хорошо фармит спасибо за донейшн кости я думаю санкин какому обстоятельства делал только лишь рад надо контролить конечно этих крипов можно было там попытаться с сеточкой откинуться и убежать хотя может быть в кадет сетка была я не знаю но не стал прям даже убегать пытался там тачковаться в общем непонятно как это моспланет сейчас отыграли терзватавра у них падает на нижней линии сюда летит клокерк ой о клокерк комнинает летит унинает под репелом но он сейчас еще и умеет это помимо может пиатусы летают в энчантрас прилетел крит очень хороший браилл здесь настреливают уже по заю зай без ультимата зая должны сейчас забирать энчантрас пытается жить отхиливается ну да ауи отпустил в итоге ппд все таки спасает своего тиммейта сбить телепорт нечем энче а почему глим с неюзали хотят убить ппд или он только что откадешился ну в общем ладно ну вот глимс появляется да глимсует он тут конечно сопротивляется изо всех сил как каскуют мальдиксу может он даже убьет ауи посмотри ауи делает телепорт на базу но нет но выживает да тут его мальдик тоже не добьет да ну и все равно 6000 преимущество на двадцатой минуте для команды оптик гейминг ну преимущество уже скажем так не критическое с ними можно как-то драться с ними можно как-то воевать но все равно конечно нужно понимать что надо ловить их в меньшинстве и вот сейчас могут возникнуть большие проблемы у анимал плэн потому что оптик заходит на рошана и заберут его достаточно быстро как-никак у клинза есть изолятор и рошан падает да медалька там также в принципе все правильно делают оптики сюда даже не успеет скорее всего подойти анимал плэнет ритс убежит сюда скрипом ну может быть клокерк успеет все-таки хотя бы хукшот скастовать попытается своровать эйгис но нет клокерк слишком далеко а рошан уже падает только сейчас пролетает ракетка и понимают анимал плэнет что защищать рошана уже нет у них возможности у оппонента айгис да это конечно очень страшно смотрится и должны я не был плэн пережидать айгис пытаться тоже все-таки своим кором какой-то фарм обеспечивать и вот фантома ассасин сейчас внизу видели что она туда пришла и ассисианси потихонечку идет именно в этом направлении ну здесь очень много крипов собралось в принципе он сейчас их фармит очень много золота опять же за это получает сейчас 15 уровень апнул и у Тини уже есть Саша, Яша, Блинк и ПТшка то есть в принципе сейчас он сделает себе БКБ и у него уже и по броне все более-менее хорошо и по силе все тоже неплохо да и статус резистанс со второго уровня ультимейта тоже уже в принципе работает весьма-весьма неплохо то есть ну с другой стороны здесь конечно нету особо таких скиллов которыми которые будут продолжительное время действовать на Тинике вообще на ком-либо ну как минимум просто арчить теперь никто не соберет хотя тут по сути опять же некому собирать подобные вещи ну поменьше постоит в стане от глокарка ладно в общем статус резистанс здесь не так сильно важен он будет важен наверное где-то ближе уже к лейтгейму если появится какой-нибудь Хекс он довольно неплохо работает насколько ясно стон гейс да стон гейс действительно будет не так долго длиться это правда ну Тини из камня как бы ему к менять дальше уже некуда сейчас уже несет Огрклаб и будет потихонечку доделывать бкб причем сейчас будут пытаться выходить еще и на тир 2 тавр тир 2 должны забрать а очень агрессивно играют сейчас опти гейминг все-таки есть у них еще аегис в инвентаре у клинкса поэтому они должны забирать вышки должны проявлять агрессию ой мидр ошибается похоже здесь очень сильно умрет он сейчас в запрокаст нет выживает все-таки успевает повесить на себя репел Брайл кастует свой ультимейт глимсует Тини прямо под статик шторм очень-очень неприятно его бы как-то подсейвить здесь но нету ни одного персонажа который способен был бы этого достичь начинается очень неприятная драка для опти гейминг медуза начинает расстреливать всех подряд фантом пока прыгает на клинца убивает его клинкс теряет аегис выживает пока что только энчантрас и вич доктор клинкса здесь тоже должны забрать вич доктор кастует свой ультимейт но его сбивают глимсом и ритсу добивает еще и пи пи по крайней мере должен он его добить летят еще одни каски трипл килл уже у прайла энча все-таки спасается бегством вич доктор тоже каким-то там чудом смог выжить его ритсу не догнал вот так видеть конечно нельзя серьезный камбэк выбили аегис из клинкса убили его самого и убили тинника за это все получили очень много денег там около двух с половиной тысяч сейчас за камбэчили игроки команды animal planet и заберут сейчас еще и tier 2 tower в общем ситуация выравнивается на самом деле на 24 минуте это уже ну становится не такое то уж критическое преимущество да около четырех тысяч нормальная абсолютно ситуация мы видели игры которых ну как раз прошлая игра позапрошлая игра на этом же стриме там преимущество зачастую до 30 минуты и не достигало больше чем четыре тысячи и постоянно вот после этих четырех тысяч оно могло возвращаться до нуля и вообще в сторону другой команды так что здесь для команды animal planet совсем еще не все потеряно действительно у них есть медузы и потихоньку они входят во вкус у фантомки правда все очень плохо до сих пор у него по фарму семь с половиной тысяч и тотам не хватает триста голды до семи с половиной сын кинки обгоняет по фарму и это конечно неприятно смотрится потому что фантомка пока что не так больно бьет но вот потихонечку доделывает себе дезолятор и после дезолятора уже конечно будет все немного получше у этого героя продает щиток все таки берет дезоль но сейчас могут начаться проблемы у команды оптигейминг посмотрим смогут ли все таки animal planet продержаться и еще раз вот так же драться очень грамотно на самом деле они очень грамотно делают в плане того что с айгсом был клинкс они сразу же вернули при первой же возможности сиси анси постарались его за 5-6 вторая катетика филт убить и в принципе все сделали правильно то есть убили сначала тини получается потом пытались уже добирать клинкза и у них получилось это сделать так что пока что им бетчат самая малость да и омник с медузой это очень хорошая комбинация как мы видели там репел что на медузу что на фантома ассасин очень хорошо заходит да и в некоторой ситуации гвардин анджел тоже спасает в прошлом файте все таки он был подкастован ровно так же как и purification тоже дает медузе лишнее время пожить и против тини когда тини все таки это контактный персонаж он подходит к медузе близко а тини получает чистый урон для него это ну тоже не очень приятно конечно хп у него много но все таки как-никак это получается плюс хп для медузы минус хп для тини и так далее так далее так далее в общем омник полезный ну и зай нижняя линия пока немного подпушивает на миду готовится видимо выход от команды animal planet если у них смоук есть смоук смоук разбили и будут пытаться сейчас цеплять кого зацепят остается вопрос видели пока что на нижней линии только сэнд кинга но здесь пайкат здесь и сиан си на самом деле могут попасть могут попасть очень неприятно клоперк бежит нет детекшена вот в чем проблема ну ладно глимсует по крайней мере сессию на сию он правда выходит за кинетик филд кривовато прокаста дизраптор но этого хватает для того чтобы убить тини все таки смогли с ним разобраться и потихонечку преимущество действительно стремится к нулю вы посмотрите на графике вот так все начиналось для опти гейминг вот не 4 руна просто их сразу видно а потом раз 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 и до 4000 спустились 7 с половиной но уже не чувствуется преимущество которое было буквально несколько минут назад оптики ошибаются а animal planet действительно их просто ловит на ошибках но это классно оптики все же стараются точнее наоборот не оптики а animal planet не унывают ни в коем случае первую карту не выиграли сейчас еще и забирают санкинга через коги ну и что ж далее счет 17-17 22 минуты игры и медуза уже топ на отверстие карта в очередной раз с медузой будут проблемы опти гейминг это уже чувствуется что медуза вот сейчас апает 20 уровень берет себе скади и ну вот как как ее убивать клинкс не обогнал ее на два слота клинкса пока только пика и дизолятор этого мало чтобы убивать чтобы убивать медузу в топе чанта сделает топ аут выживает все таки плюс умни найт вот этот вот мерзкий противник который кидает гвардиан анджел и не дает нормально бить нича правда неплохо может работать против умни найта но не всегда удается за диспейлить ничантом гвардиан анджел особенно если цель под репелом то есть фактический иммунитет по всему репел плюс гвардиан анджел силы света укрепили свои сооружения так ну и омник на самом деле собрался очередной раз для того чтобы тине очень сильно мешать ну тут и тине на самом деле и клинкса все таки коров надо убивать прекрасно это понимают анимал плен а ты тот же самый солар крест против сиси анси действует очень хорошо еще и под фантомкой то есть это минус минус армор плюс минус армор и вроде как больше ничего нету да снижение брони да только шантом дизолятор и солар крест но этого хватает для того чтобы быстро зафокусить дэмэж конечно немалое количество уже и от медузы вылетает между прочим ну и медуза очень скоро сделает себе скадис а скадис прям дела пойдут намного лучше ну преимущества уже прям совсем нет тридцатая минута игры три тысячи очень ровно все вдруг становится на этой карте действительно равная игра равные команды ну подзакинули немножко в начале все таки ну понимаешь тяжело все таки не подзакинуть там рано или поздно допускаешь ошибку где-то враг там может на тебя в смоке выйти где-то ты просто кайфовато свои скиллы сбросишь вот и все может получиться не самым лучшим образом пока забирают Рошана Animal Planet оптики побили достаточно серьезно вышечку в боссе но сломать то ее они не сломали а вот Рошана свое распоряжение Animal Planet заполучили ну бля медуза с Аигисом сыром на самом деле уже очень сложно будет с ней сражаться сейчас еще и Скади появится и если после этого начнут давить Animal Planet то они смогут они смогут задавить как-никак медузу убивать придется ну считай три раза то есть она живет всю свою ману живет потом немного хп отхиливается с помощью сыра и у нее фулл мана фулл хп в принципе этого достаточно будет для того чтобы разломать какого-нибудь Тинни и Крингза за все это время плюс еще Guardian Angel просто непонятно каким образом здесь медузу можно будет убить Вичдоктор отправляется в таверну да, Клокверк вместе с Умни Найтом с ним разобрались ну и дальше медуза уже подпушивает мид что пойдут на тир-3 тавер ну на тир-3 наверно не пойдут захотят сначала бот сломать там есть тир-2 вышка в топе есть тоже тир-2 вышка но может быть на хайграунд пойдут только с целью заставить его соперника вернуться на базу для того чтобы он дефл или не дайровского курьера убивает сент-кинг рядом с вражеской базой и с двумя катапультами Брайл заходит на хг он сейчас сломает т-3 вышку если оптигейминг ничего не предпримут они судя по всему хотят просто сломать топ там тоже очень слабенькая т-3 вышка есть клинк с дизолятором есть тини с веткой он очень-очень больно бьет врывается здесь пайка для того чтобы сломать вышку кто ставит дизрапта свой проказ по пайкату абсолютно наплевать у него есть БКБ точно так же как и у CCNC в миде падает т-3 вышка у игроков оптигейминг но в топе у Animal Planet уже падают бараки правил сюда приходит конечно же кастует ультимейт убивают тини но с бараками уже распрощались 18-19 счет действительно минус сторона от команды оптигейминг смогли реализовать свои БКБшки вот не появились и действительно все таки стало намного легче но все же тини суциднулся это очередной раз неприятно потому что тини теряет позиции по Нетворсам сейчас у него уже 15 тысяч в то время как у Медузы становится 18 там конечно все таки Клинкс невероятное количество дэмэджа выписывает в плане того что можно будет чем-то Медузу это убивать под дабл дэмэджа причем еще есть ну вот дабл дэмэдж закончился и вроде как дэмэджа все равно осталось достаточно немало но Медузу уже так просто не убьешь да а ей сыр в итоге Медуза все-таки кому-то отдала решила что жить она и так будет сыр для фантомки вот фантомка не факт что сможет этот сыр прожать очень проблема и можно будет зафокусить все у нее 1700 хп и там прокаста хватит у команды оптигейминг буквально с эпицентра с того же самого прокаста атини чтобы эту фантомку убить так ну теперь два тавра пока что должен сейчас падать уже у команды оптигейминг на верхней линии но оптики сплитят они понимают что им сейчас медуза и драться не вариант поэтому клокверк точнее не клокверк извиняюсь конечно Клинкс вместе с Сэнд Кингом по нижней линии заходят ждут крипов вообще тут практически вся команда оптигейминг крипы падают на металлинии ппд еще и подпушивает тир 3 тавр падает пушат все таки оптики побыстрее поэтому приходится делать телепорт сюда и медузе и клокверку ровно так же как и дизраптору так тем временем тастуется Зая пока что не эпицентр пока что он просто стоит в песках но вот Зая сейчас может убереть не только сталов так эпицентр это очень неприятная ситуация ну да нет смысла наверное даже уже кстати хотя залетает на хайграунд и есть блинк выживает там бойкат в боте хулигане тоже сломал там рейнджовый барак и чуть не сломал миришни если б не монминдра который туда телепортировался слушай я думаю что тут опять у нас медуза с рапирой будет вот серьезно все все ситуация как раз складывается в пользу этого билда потому что уже бараки поломаны в топе в боте и надо просто брать рапиру и идти одним мощным ударом ломать сопернику сначала лицо потом трон медуза пока не торопится у медузы есть возможность еще немножечко пофармить купить себе бабочку бабочку тоже в общем-то лишней не будет есть теперь вот уже да есть возможность уже у команды оптик гейминг как-то драться против animal planet заканчивается айс на медузе и теперь можно будет уже не просто сплитить хотя сплитить все равно конечно очень хорошо с клинксом с тинником очень быстро вы ломаете вражескую базу но теперь уже можно будет медузу убивать как-никак сыр у фантомки насколько я помню был сыр был прожат ну во всяком случае его больше нету у медузы так что медуза будет жить один раз в квартире надежном его конечно будут сэвить зай в затруднительной ситуации есть у него еще форстаф форстаф используют но возвращают его все таки прям в статьи шторки фил ты ничего с этим не поделаешь без эпицентра конечно подраться будет не вариант для оптик гейминг но возможно попытаться они сейчас очередной раз по боду зайти когда крипы слишком далеко и доломать барак не получится бэкдор он сейчас уже должен работать ассистенции засыпал крипов делал этот телепорт очень вовремя причем потому что кедрак мог просто глимс проюзать если бы раньше увидел и тени бы остался на этом же месте возможно его бы убили пока что омник вместе с дизраптором и клокерком очередной раз используют смоук готовятся выходить на верхнюю линию возможно попытаются действительно там пробить крингза ну пайката нужно убивать он слишком уже жесткий становится у него 2700 хп под съеденным крипом бкбшка 9 секундная драться с ним уже проблематично действительно тоже начинается плюс потом на двадцать пятом уровне он тоже сможет вкачать себе талант на несколько целей сирин кэрол это будет такая медуза такой герой чем-то напоминающий медуза на двадцать пятом уровне получается ни разу кстати еще не видел клинза с таким вот талантом на двадцать пятом левеле все таки клинз очень редко появляется в капитан с моде у нас да да действительно в последнее время ну я наверное его видел месяца два назад последний раз ну вот как-то так и я где-то там на каком-то капитан с мод матче в южной азии мне кажется я видел последний раз как чапи играет на клинзе чапи очень любит этого персонажа он еще и будучи в эмпайр очень часто на нем отыгрывал сейчас клинт стал менее метовым героем и видим мы его конечно же намного реже итак медуза купила себе бабочку и уже поставила в квикбай рапиру это уже третья медуза с рапиры за сегодняшнюю ночь что не так с этим регионом да уже северная америка ну на самом деле все таки стоит отметить что поднимают они свой регион как никак данные команды оптик гейминг комплексити animal planet вот сейчас тоже уже потихонечку вписываются они посильнее некоторых тир 2 команд из европы будут это наше естество во всяком случае есть у меня такое предположение рицу получил прокаст от сисиан си тут убили предварительно все таки ппд ауи как же неприятно он прям летел на хукшоте в тине но в итоге прям в крипов въехал своих же в общем ошибся сисиан си очередной раз выходит не стал он в итоге телепортироваться куда-либо и можно будет а тут на верхней линии тем временем была драка да не раскастован очередной раз от сэнд кинга просто забрали этого персонажа и медуза продолжает разгоняться 25 тысяч нетворца что не так с этим персонажем ты понимаешь очень быстро сделала трапиру и действительно считай что еще 3-4 минутки пофармит у медуза да и действительно купит себе рапиру если она еще в свое распоряжение аегис получит со следующего рошана то тогда вообще туши света наша просто пойдет до трона и все разнесет там как ее собирается оптик гейминг останавливать я пока не совсем понимаю разве что каким-то вот сплитпушем тоже может быть размен тронами мы увидим в этой игре поэтому клинксы приобретают у нас кирасу а не делает мкб потому что если бы он хотел пробивать медузу он бы должен был бы купить мкб правильно тут бабочка у медузы тут блюр у фантомки как тут без мкб играть нормально никак поэтому клинкс берет кирасу и мне кажется что в этой игре у нас должен получиться размен тронами не факт что удачный но оптик гейминг свой трон против медузы у которой будет аегис и рапира защитить вряд ли смогут там еще и рефрешер то есть это два гвардин анджела как вариант пробить будет просто невозможно медузу в течение долгого времени гвардин анджел действует 8 секунд представь себе 16 секунд просто физической неуязвимости для медузы можно было бы еще и сыр ей отдать там все было бы намного жестче ну так как вариант сыр можно отдать тоже медузе потому что если она умрет один раз пока она будет респауниться она приложит из рюкзака сыр в основной инвентарь и он уже будет доступен когда она появится после аегиса да действительно клинкс игнорирует мкб но возможно это связано с тем что надеется на solar crest от энчантрас он все таки выключает миссы и медуза будет чем пробивать частично частично выключает миссы не полностью так то да конечно solar помогает но это слишком ненадежно то есть это тебе надо чтобы твой саппорт жил долгое время вешал этот solar не умирал тут нападает на монминдер монминдер может умереть сейчас дает свой прокаст таки трак влетает блокер дает кукшот запирает двух игроков и здесь должна быть где-то поблизости медуза которая раскастовывает ультимейт начинает бить и это ведь у нее еще нет рапира посмотри падает ппд пайкад пытается спастись его глимсует но он активирует бкб зай уходит на форстафе и его догонят хотя он активирует блин секунда кажется тем временем бот пытается сломать и cnc он понимает что сломать бот не получится там работает благодаря протекшн он по крайней мере убивает дизраптора да в итоге пока что размен получается в пользу команды оптигейминг 1 в 3 и 1000 золота на эндманде заработали неплохо причем учитывая что есть у них еще буквально 50 секунд без дизраптора без дизраптора можно будет спокойно раскастовать ультимейт заю последние драки ему не дают этого сделать его там иногда просто в соло вырезают в некоторых случаях ну и вот сейчас наверное за охотных игр он может увенчаться успехом от команды оптигейминг нету умни найта нету дизраптора гуардиан анджелд конечно появится как только появится умни найт ну вот сейчас доламывает все-таки барак на нижней линии нету уже двух сторон у команды и ппд просто отлично координирует свою команду то есть действительно здесь оптики выигрывают по макро не сказать чтобы прям кто-то из них больше кнопок жалоб не знаю в файте более грамотно действует ну хотя файт наверное более грамотно все-таки действует в некоторых случаях ну иногда получается иногда не получается то есть тут раз на раз не приходится в некоторых случаях файт начинается удачно для одной команды в некоторых для другой и в итоге это все выливается в определенное преимущество ну восемь тысяч все же уже возвращается преимущество к максимальному для команды оптигейминг но это сорок третья минута и медуза все еще не отказался стадии сделать рапиру до рапиру у нее остается уже совсем-совсем немного 300 колды буквально каких-то энджетов зафармить и можно будет уже пойти в секрет шоп забрать скажем так самовывоз трапиры себя обеспечить ну или же просто курьер туда отправить он тебе ее привезет все есть трапира медуза прямо сейчас идет ее закупать теперь ни в коем случае нельзя умирать есть аегис и в принципе если что можно будет хуррикен пайк тоже куда-нибудь приложить правда непонятно вместо чего перекладывать вместо ботинка например в некоторых случаях ну брайл идет брайл идет просто по миду сейчас будет стараться спушить есть сюда телепорты от всей команды animal planet в это время сисиан си пушит верхнюю линию здесь крипов подводят и на самом-то деле может упасть такими темпами и тир 3 тавр ты посмотри сейчас просто будет гонка тронами заходит тир 4 тавр ломает уже брайл прямо вовсю падает тир 4 тавр потихонечку должен прямо сейчас упасть чуть не разнес ппд ппд правда должен умирать просто сейчас от того что врывается клокер клокер отправляет его в таверну гвардия анджел работает пытаются ломать так же еще и тир 4 тавр это агонимный гвардия анджел там кончается бакдор протекшн и пайкат не может пробивать он не может размениваться тронами потому что гвардия анджел работает на т4 вышку репрессор шарт и еще один гвардия анджел вторую карту выигрывают animal planet что творят эти парни просто что они творят ну вот я как знал что вот так вот все и кончится разменом тронами ну красиво конечно получилось очень правильный выбор от омни найта от мунминдера этот агоним он делает размен тронами просто невозможным против омни найта ты не можешь против сколько гвардия анджел действует на последнем уровне 10 секунд по моему с агонимом то есть это 20 секунд глифа получается сейчас я посмотрю да 10 секунд он действует глобально и еще действует назад то есть 20 секунд глифа жесть просто жесть господи как же animal planet исполняет своих героев ну вот есть у них два героя омни найт и медуза я практически уверен что сейчас как минимум один из этих персонажей отправится в бан ну против медузы мне кажется уже не должны хотеть играть оптигейминг они на первой карте этого персонажа не забанили несмотря на то что оппонента был ласт пик на второй карте не забанили хотя уже на первой успели отлететь от медузы ну если они на третьей не забанят я тогда не знаю сколько им еще раз нужно будет на эти грабли наступить они конечно могут взять какого-нибудь сразу фантом лансера в пик там нацелиться на пик может быть какого-то никса на четвертую позицию тогда в принципе против медузы можно играть но ничего подобного оптигейминг не делают и мы видим насколько им тяжело после сороковой минуты вот ведь весь геймплей против медузы он как раз вокруг этого и строится ты вначале можешь над ней доминировать можешь убивать ее команду можешь убивать саму медузу а потом где-то медуза фраг сделает где-то ассист получит где-то драку переживет у нее один слот второй появляется пятнадцатый уровень восемнадцатый двадцатый там уже талант на ману ее пробить становится сложно она получает двадцать пятый все больше 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 слотов а у тебя к ней контры прямой вообще нет и в конце концов это выливается в то что медуза берет рапиру и ломает тебе в трон вторую игру подряд вот оно ауи против ppd пока что ауи лидирует с счетом 2-0 но это best of 3 противостояния так что остается еще одна гипотетическая жизнь у ppd в этом противостоянии соответственно если animal planet выигрывают следующую карту то они едут в город джакарта в индонезию и там стараются на лане себя очень хорошо показывать это будет очень интересный лан честно говоря если туда поедут animal planet я наверное знаю за какую команду я буду болеть ну посмотрим в любом случае друзья сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу после которой вернемся к вам и будем смотреть за третьей возможно даже последней картой вы